Всем привет! Сегодня я хочу вам показать свой вариант куриного кебаба. Это, естественно, будет ПП-шный рецепт. Рецепт, честно вам признаюсь, просто пальчики оближешь, поэтому давайте приступать. Сейчас покажу вам, что понадобится для того, чтобы его сделать. В первую очередь мы будем мариновать с вами мясо. Для этого я буду использовать кефир. Это кефир самой низкой жирности, 450 граммов здесь. Также нам понадобится соевый соус. И, конечно же, самое главное, это приправы. Первое, что я буду использовать, это кориандр. Здесь у меня также кумин или зира. Потом у меня здесь еще куркума, красный перец и совсем немножко мускатного ореха. Теперь, когда ингредиенты известны, осталось самое простое, именно все смешать. Первое, я буду на глаз наливать соевый соус. Он у нас будет также работать, как соль в этом маринаде, поэтому соль сюда добавлять не нужно. И теперь я сюда добавляю все заготовленные приправы. Я люблю это делать на глаз. И всегда в маринаде не жалейте приправ, потому что не все впитается в мясо, конечно же. Но, если вы будете жалеть приправы, то будет мясо практически безвкусное. Зачастую, когда я готовлю маринад, то я люблю принюхиваться, если можно так сказать. То есть, я сегодня показываю вам вариант с разными восточными специями, в основном индийскими. И, конечно, это будет такой вот уникальный аромат. И в то же время эти все специи очень сильно ощущаются. Поэтому вы делайте их в тех пропорциях, которым вам кажется, что вот уже достаточно. Теперь приступаем к разделке филе. Я уже срезала с него весь лишний жир. И, что касается того, какие должны быть у нас кусочки, то это должны быть кусочки, которые удобно будет на шпажки надевать. То есть, приблизительно они должны быть, естественно, не маленькими. И, главное, не плоскими. Вот этот конкретно кусочек такой не очень получается удачный. Но вот эта часть вообще, она очень классно подходит для кебаба. Вот ее можно на две части разрезать. Вот такой вот план на кусочки и должны получаться. С нашей курицей мы разделались. И самое время отправить ее в маринад. И здесь очень важно все это хорошенько перемешать. Каждый кусочек обволакивался нашим маринадом. С куриным маринадом я, в принципе, закончила. Теперь мне нужно, чтобы это все настоялось, ну, хотя бы часика. Лучше, если у вас есть в запасе часа два, то, конечно, оставить на два. Я это отправляю в холодильник. И сейчас мы с вами приступим к овощному маринаду. В качестве овощей для кебаба вы можете использовать абсолютно все, что вам нравится. Конкретно я сегодня буду использовать кабачок. И также я здесь приготовила еще шампиньоны. Как вариант, вы можете также нарезать еще кусочками хлеба. Об этом я расскажу вам немножко попозже. И для маринада для овощей я буду использовать смесь из специй. Здесь у меня в основном это розмарин. Также немножко здесь молотого чеснока сушеного. И совсем чуть-чуть я еще тоже добавила сюда красного перца. Основой для этого маринада это будет у меня оливковое масло. Это extra virgin оливковое масло. Наливаю его сюда. И теперь мне нужно хорошенько так все это раздавить в руках. Для того, чтобы перемешались эти вкусы. Теперь мне надо порезать овощи. Здесь опять-таки форма произвольная. Единственное, что я хочу сказать, это то, что овощи всегда готовятся немножко быстрее, чем мясо. Поэтому старайтесь нарезать такие кусочки, чтобы они были чуть-чуть побольше, чем кусочки вашего мяса. Тогда все одновременно приготовится, ничего не подгорит и ничего не превратится в кисель. Первое, что я буду делать, это очищать кабачок. Если посмотреть на мой кабачок, то с этой стороны он вообще довольно маленький. То есть я могу его разделить приблизительно где-то, наверное, на две части. И вот эту часть порезать просто на такие вот кусочки. И мне этого, в принципе, будет достаточно. Эта часть у меня достаточно большая, поэтому я буду разрезать на две части. И нарезать уже половинками, наверное, приблизительно. Где-то вот такими вот кусочками. И в итоге вот что у вас должно получиться. То же самое мы будем делать с шампиньонами. Шампиньоны у меня достаточно большие, поэтому я думаю, что можно будет вот такими вот четвертинками все сделать. Еще в наш маринад я добавлю немножко соли. Дальше я беру все овощи, которые я нарезала, и складываю это все в миску. И теперь заливаю нашим маринадом. И весь этот маринад нужно распределить желательно равномерно по нашим овощам. Самое главное, конечно, чтобы овощи пропитались маслом. Тогда они будут классно запекаться. Но и розмарин это тоже отличная штука. Будет очень-очень вкусно. Овощной маринад мы с вами тоже закончили. Его не нужно класть в холодильник. Его достаточно просто оставить при комнатной температуре. И потом мы к нему вернемся уже, когда будем собирать кебас. И, кстати говоря, пока еще маринуется наше мясо, у нас есть время подготовить наши шпажки. Я купила целую упаковку, но нам целая упаковка, естественно, не понадобится. Я возьму несколько штук, сколько мне может понадобиться. Складываю их на противень, где я это все буду запекать. И добавляю немножко воды. Эти шпажки должны немножко размокнуть, для того, чтобы они потом, естественно, не загорелись. Ну, они, по идее, не должны, но в то же время их желательно немножко намочить, чтобы они чуть влаги впитали в себя. Прошло где-то чуть больше часа. Теперь все, что мне осталось, это приступить к готовке. Я уже достала через какое-то время эти палочки и просто оставила их на доске, чтобы они немножко пропитались. Но в то же время их не нужно размачивать сильно, то есть они буквально-таки немножко влажные. Все, что мне осталось делать, это, собственно, собрать кебаб. Я достаю мясо и начинаю все это накалывать на шампурик. Следующим у нас пойдет кабачок. Потом я возьму шампуньё. Потом опять кусочек мяса. Снова шампуньё. Так как кабачков у меня меньше, то я буду использовать один кусочек кабачка и два кусочка, к примеру, шампиньона. И выкладываю все это на противень. И таким вот нехитрым образом буду продолжать. Все, я думаю, на этом можно остановиться. Теперь я отправляю свой кебаб в духовку и где-то приблизительно я буду запекать его минут 20. Но всегда поглядывайте на то, что у вас там происходит, потому что в зависимости от того, как работает ваша духовка, может быть, чуть быстрее, чуть медленнее. Отправляем в духовку. И я вернусь к вам приблизительно минут через 20. Прошло приблизительно где-то 20-30 минут. И наш кебаб уже полностью готов. Подавать это все дело можно с гренками, можно с апельсином. Апельсин, кстати, очень круто подчеркивает вкус курицы. Особенно если курица сочная, то апельсин еще больше добавляет сока, сладости немножко такой. Вместе со всеми этими специями очень такой получается интересный вкус. Если вам понравился этот рецепт, то не забудьте поставить мне палец вверх. Подпишитесь на мой канал и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Но когда я начала анализировать, почему же он настолько сильно понравился, то я так подумала, что скорее всего из-за того, что он был полностью матовый, а только полностью матовые макияжи, это наиболее корректирующие макияжи. Что касается вечера. Это, конечно, наверное, самая проблематичная часть дня, потому что на вечер всем нам всегда хочется наесться чего-то плохого. Убем. Убем. Продолжение следует...